Сочинские водители просят переобуться в зимнюю резину. За соблюдением правил будут следить сотрудники ДПС. В преддверии праздников особое внимание центру Сочи. В борьбу с заторами активно включились эвакуаторы. Каким молодежь видит наше завтра? Вместе или против природы? В Сочи стартовал эколого-научно-образовательный форум. В Сочи открылся традиционный рождественский базар. На ярмарке собрано все, что может порадовать на праздники. Приучать к рабочим профессиям уже в школе. На Кубани предложили создать учебно-производственные комбинаты для учащихся средних классов. С такой идеей сегодня в законодательном собрании края выступил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона добавил, что на подобных занятиях школьники могли бы получать навыки прикладных специальностей сразу в нескольких отраслях. Безусловно, не хватает рабочих специальностей. Не хватает. И вот, может быть, подумать, что УПК организовать не 10-й, 11-й класс, а, допустим, взять, допустим, 7-й, 9-й. Вот это будет умнее. Но и здесь бизнес. Я вот обращаюсь здесь к заместителям, здесь, Василий Александрович, эвакурируйте промышленность и все. Подключите бизнес. Это же им не хватает, промышленникам сегодня рабочих рук. Пусть не только за счет бюджета, а при условии софинансирования давайте сорганизуемся. Мы же для промышленности края, для сельского хозяйства, для иных отраслей экономики нашего региона будем поставлять рабочих специалистов. Поддерживаю полностью предложение губернатора Венимина Ивановича Кондратьева, что 7-й, 8-й, 9-й класс. Ну, во-первых... 8-й, 9-й. Либо 8-й, 9-й, пускай это будет. Во-первых, я думаю, что это в значительной степени поддержит и поможет ребятам определиться в своем выборе, куда он больше после 9-го класса будет предрасположен. По словам депутатов ЗАГС Собрания, нехватка рук в рабочих профессиях – один из сдерживающих факторов в развитии отдельных направлений экономики региона. Новогоднее чудо для тяжело больных детей стало реальностью. Более 17 миллионов для них собрали на благотворительном вечере фонда «Край добра». Такое событие в Краснодаре проходит уже в третий раз при поддержке администрации края. Эта встреча стала доброй традицией для меценатов нашего региона. Средства, которые собрали накануне Нового года, пойдут на лечение маленьких борцов с большими недугами. Ты не один – это мысль, а еще поддержка жителей 5-миллионной Кубани стали спасительными для сотен тяжело больных детей. Благодаря фонду «Край добра» помощь приходит своевременно и адресно, потому что не в каждом случае может помочь фонд обязательного медицинского страхования. Тогда выручают благотворители. В Екатерининском зале встретились люди, неравнодушные к чужой беде. Предприниматели, депутаты, творческие деятели, представители власти. Вечер посетили глава региона Вениамин Кондратьев и его заместитель Анна Менькова. Вниманию меценатов представили около 70 работ именитых художников края и талантливых детей. Гости выбирали понравившиеся полотна и могли оставить пожертвования. Губернатор поблагодарил всех присутствующих за участие и поддержку. В одиночку нельзя быть сытым, в одиночку нельзя быть богатым и в одиночку нельзя быть счастливым. Вы делитесь и богатством, и сытостью, и счастьем с теми, кто этого не имеет. Но в этом очень нуждается. Картины, друзья, которые вы покупаете, они имеют стоимость. Разную. Большую, маленькую. А вот то, что вы делаете, стоимость не имеет. Это тот поступок, который на самом деле идет от души. Я хочу вам сказать слова благодарности за ваше сострадание, за то, что вам не все равно, что вокруг вас. Детки, которых вы порой никогда и не видели, и не увидите, кроме как на экране, пробуждают настоящие эмоции человека, российского человека в вашей душе. Фонд «Край добра» подробно отчитывается за все собранные средства. Только в этом году помощь получили 242 тяжелобольных ребенка. Я внимательно слежу за работой фонда, за то, как проходит за судьбой каждого практически ребенка, как проходит выделение средств. Своевременно мы успеваем помочь или нет. Ведь для нас еще важно время. Потому что дети не могут ждать. Времени на ожидание совершенно нет. В этом году удалось собрать достаточно большую сумму. И, в общем-то, в листе ожидания ни один ребенок долго не находился. И для нас это тоже серьезная победа и большой успех. В центре внимания в этот вечер были, конечно же, дети. Те, что сейчас в больничных стенах борются с недугом и могут рассказать о себе лишь с телеэкрана. И, может быть, уже в будущем году их диагнозы станут прошлым. Что есть важнее, чем чуткость нашего сердца? Да, в суете наших будней есть очень много дел у каждого из нас и много задач. Но мы очень благодарны людям, которые сегодня приходят к нам на этот вечер. Потому что этот один вечер, он помогает спасать не одну, а десятки детских жизней. Общество вообще меняется в лучшую сторону. Люди становятся добрее и сопричастнее к любой беде. И истоки этого как раз, можно сказать, в национальном характере кубанцев. Люди всегда сопереживали. Уже участвуем третий раз. И Край добра такая организация, которая смогла нас сплотить. Главные звезды концерта – маленькие артисты. В их числе участница проекта «Синяя птица» Гера Арестова из Сочи и финалистка шоу «Голос» Ярослава Дегтярева. Она сама в пять лет пережила тяжелую аварию и долго была прикована к постели. Потому всегда готова поддержать других детей. Так она познакомилась с краснодарским ансамблем, в котором занимаются ребята с особенностями развития – «Танцующие лучики». Вся наша компания из «Голоса». Мы с удовольствием помогали в соцсетях, говорили, чтобы все помогли ансамблю «Танцующие лучики». Потому что помогать детям таким – это очень важно. И мне кажется, это очень-очень доброе и хорошее дело. Этим вечером удалось собрать более 17 миллионов рублей. Это огромный вклад в здоровье маленьких жителей Кубани. Татьяна Ивлева, Владислав Захаров, Кубань-24, Краснодар. В ближайшие сутки в горах Сочи ожидается снегопад. Возможно усиление ветра, местами порывы до 15 метров в секунду. Ночью и утром осадки, в предгорьях и горах – снег. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют воздерживаться от выхода в горы, по возможности отказаться от личного транспорта. А вот сочинских водителей просят переобуться в зимнюю резину. Особенно это касается тех, кто планирует на каникулах посетить горный кластер. За соблюдением правил будут следить сотрудники ДПС. Уже сегодня на дорогах дежурят инспекторы, которые проверяют состояние шин и напоминают об ограничениях движения с 29 декабря по 8 января в Краснополянском сельском округе. В направлении поселка будут организованы посты ДПС. Сотрудники ГИБДД проверяют автомобили на предмет оборудования зимней или всесезонной резины. Машины на летней резине проехать горнолыжным трассам не смогут. Кроме того, инспекторы уже сегодня проверяют наличие знака шипы на автомобилях с ошипованной резиной и глубину протектора. Это напрямую связано с возможным ухудшением сцепных качеств колес, а значит влияет на безопасность. В случае использования ошипованных зимних шин в задней части автомобиля в обязательном порядке предполагается наличие опознавательного знака шипы, отсутствие которого предполагает административная ответственность по части 1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Штраф за нарушение которых составляет 500 рублей. Борьба с заторами на улицах Сочи продолжается. Основная проблема – неправильно припаркованные автомобили. В городе каждый день работают эвакуаторы совместно с сотрудниками ГИБДД. Правонарушителей наказывают рублем. Особое внимание уделяется центру Сочи. За один день в Сочи эвакуируют порядка 100 машин. Рейды по выявлению автомобилей, припаркованных с нарушениями, проходят каждый день. В этом году администрация города и сотрудники ГИБДД уделяли особое внимание проблеме загруженных улиц. Такую усердную работу сочинцы сначала критиковали. Многие жители в тот момент у нас еще как-то возмущались тем, что слишком много у нас машин по улицам эвакуируется. Но спустя определенное время сейчас те же самые жители обращаются и письменно, в том числе в Департамент транспорта и дорожного хозяйства. И звонят и говорят наоборот, почему же нет эвакуации. Недовольные есть и сейчас, но запрещающие знаки устанавливают не просто так. Оставляя машины в неположенном месте, автолюбители создают заторы и мешают движению в городе. Этому водителю, можно сказать, повезло. Машину припарковал под знаком, но далеко уйти не успел. На эвакуатор авто не погрузили, но протокол выписали. По словам нарушителя, остановился на пару минут, чтобы зайти в продуктовый магазин. Как пройдет? Дождь больной. Куда пройти? А вот владельцу этой иномарки повезло меньше. Несмотря на работающую сигнализацию, прийти на выручку своего автомобиля не смог. Так как не было хозяина на месте, поэтому данный автомобиль был задержан и перемещен на специализированную стоянку. Хозяин не провелся, поэтому эвакуатор уехал и машина была задержана. В случае пребывания хозяина на спецстоянку, ему будет вставлено постановление по статье 12.16.4 административного кодекса. Ему будет штраф полторы тысячи рублей. Сотрудники службы эвакуации и ГИБДД продолжат разгружать улицы и в следующем году. А пока в преддверии Нового года работы будет еще больше. В период праздников ожидается большой наплыв автомобилей. Поэтому автовладельцам стоит внимательно отнестись к выбору места для парковки. Галина Моисеева, телекомпания КТ. В Новом году в Сочи продолжится программа по расселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом первому вице-мэру курорта Мугдину Чермету доложил заместитель главы города Юрий Паломарчук. Наш город один из, скажем, немногих из 44 муниципалитетов края активно принимает участие в адресной программе по переселению из ветхого и аварийного жилья. В прошлом, в 2016 году мы получили 130 квартир, приобрели в этом году 160 квартир, приобрели какая дальше ситуация, как перспектива. В этом году мы рассели 19 многоквартирных домов, всего 455 человек. Предоставили 160 квартир на переулке Вишневом, 85 Б, хороший прекрасный дом, в хорошем месте, зеленая зона рядом, своя котельная. То есть комфортное проживание гражданам 100% обеспечено. На это было израсходовано почти 300 миллионов рублей. Это часть бюджета Краснодарского края, бюджета города Сочи и бюджета Российской Федерации. Больше того, я скажу, Мугдин Владимирович, город Сочи один из регионов Краснодарского края на следующий год, на 18-й год, также будет заниматься переселением граждан из аварийных жилых домов, которых мы определили, их 12 штук. Поэтому ожидаем переселения порядка 281 человек, это где-то 95 квартир. У нас приближаются новогодние праздники. Мы по традиции принимаем участие в работе краевого оперативного штаба, который разворачивается на Красной Поляне. Мы провели проверку всех курортов, которые там расположены, в гостинице. На сегодняшний день я хочу сказать, что каждый курорт имеет резервный источник энергоснабжения. Везде дизель-генераторных установок огромной мощности, сразу хочу сказать. Мы проверили их наличие, мы проверили их работоспособность, мы проверили запасы топлива на них, мы проверили операторов, то, что они обучены, имеют соответствующее удостоверение. То есть здесь я считаю, что сбоев по поставке электрической энергии, даже если, не дай бог, произойдет, то они перейдут на дизель-генераторные установки. Также каждый курорт имеет большое количество техники. На сегодняшний день порядка 58 единиц техники в общей сложности у каждого из трех курортов, крупных курортов имеется. Также имеются люди, которые работают на этой технике. Также имеются места складирования снега, куда его можно будет перемещать. Очищая территории и площадки. То, что касается водоснабжения, здесь у нас в круглосуточном режиме будут работать наши группы. Также заключены договоры на вывоз твердотоммунальных отходов с территорий этих курортов. Ну, скажем так, Мугим Владимирович, не первый год мы уже проводим высокий зимний курорт. Надеюсь, что, я уверен, что сбоев не будет. И продолжаем выпуск. Тайные грани и перспективы развития особо охраняемой природной территории Кавказского государственного биосферного заповедника. Так называется эколого-научно-образовательный форум, который проходит в Сочинском государственном университете. За несколько дней до начала форума студентов попросили подготовить фотоматериалы и художественные работы на тему защиты природы. И сами преподаватели не ожидали, что взгляд на экологическую проблему будет таким острым и волнующим. Мы увидели очень зрелые, вдумчивые, можно так сказать, даже философские работы на тему сохранения природы. Но студенты даже позиционируют себя с той точки зрения, что они осмысливают то, в каком мире они будут жить. И если вы посмотрите на плакаты, на многих из них есть знаки вопроса. Такая беспокойность молодежи завтрашним днем вызывает уважение, признаются преподаватели вуза. Их вдумчивое, неповерхностное отношение к природе Кавказского заповедника направляет организаторов форума на создание образовательных экологических программ, включая экологические экспедиции, различные акции, семинары, круглые столы в защиту природы, участие в литературных конкурсах. Цель быть самим экологически просвещенными и повести за собой других людей. А выпускники Сочинского государственного университета чаще других общаются с миллионной армией туристов. Развитие познавательного экологического туризма очень актуально для будущего города Сочи как курорта, потому что эти направления и в мире, и в России становятся все более популярными. Безусловно, молодые специалисты в области туризма должны знать, как правильно организовать экологический познавательный туризм, чтобы и людям было интересно, чтобы этот туристический продукт пользовался спросом с одной стороны, с другой стороны, чтобы неискощительная природа пользования обеспечить, чтобы природа наша уникальная сохранялась. В этом году заповедная система России отмечает свое столетие. Ученые вместе со студентами СГУ будут обсуждать тему особоохраняемых территорий до 27 декабря. Все российское на стол во главе стола «Щедрая Кубань». В выставочном центре гранд-отеля «Жемчужин» открылись сразу два мероприятия. Оптова розничная выставка-ярмарка всех видов продовольствия и сырья для их производства «Кубань» и предновогодняя универсальная выставка-ярмарка «Рождественский базар». Нет времени, а в магазинах очереди выставка-ярмарка «Кубань» «Рождественский базар» собрала в одном месте все, что необходимо для праздника. Широкие ряды в выставочном центре отеля «Жемчужина» ломятся от яств. Здесь огромный выбор различных деликатесов от более чем ста производителей. В Сочи они приехали из разных регионов страны и привезли лучшие. Широчайший ассортимент рыбной продукции. У нас здесь устрицы, у нас икра, у нас деликатесы, у нас раки, живая рыба. Копченая, соленая, мясные деликатесы, сыр. Все, что нужно нам сегодня для того, чтобы вкусно и качественно встретить Новый год, все здесь есть на прилавках от наших производителей. Девиз выставки-ярмарки «Всё российское на стол» во главе стала «Щедрая Кубань». Поэтому особое место среди производителей российских продуктов здесь занимают производители Краснодарского края. Как известно, кубанская экологически чистая продукция славится высоким качеством и конкурентоспособной ценой. Большой популярностью у посетителей выставки пользуется дегустация продукции компаний-производителей. А это молочная продукция, грибы, специи и приправы, чай, кофе, мёд. Здесь же огромный выбор подарков. Игрушки, ювелирные изделия, одежда, аксессуары, в том числе праздничные. Ёлочные украшения, украшения для интерьера, пиротехника, карнавальные костюмы. По традиции свечи, иконы, постная трапеза. Гостей выставки помимо обилия товаров ждёт и много сюрпризов. Шоу-показы праздничных коллекций, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничные гуляния и конкурсы. Ежедневно у нас розыгрыш лотереи для посетителей и для покупателей. Мы сделали акцию, где можно выиграть ещё до Нового года отличный подарок – это смартфон. Аптово-розничные выставки «Кубань» и «Рождественский базар» открылись на 4 дня и ждут посетителей до 24 декабря включительно. На выставке «Рождественский базар» сочинцы и гости курорта сегодня охотно покупали рыбные деликатесы. Свою продукцию представила компания «Икра и рыба Камчатская». Рыба горячего и холодного копчения. Перед ароматом этих морских деликатесов мало кто устоит. Сочи хоть и морской регион, но такой рыбы здесь не купишь. Поэтому возле прилавка выстроилась огромная очередь. Компания «Икра и рыба Камчатская» уже не новичок на сочинских выставках. И клиентов становится всё больше. Всё потому, что выбирают высокое качество и уникальный вкус. Всё вот привозим с Камчатки. Натурального копчения на ольхе, на дубе коптим. И замороженные рыбы. Всё из живой рыбы, всё сразу после вылова. Несмотря на расстояние, рыба не подвергается глубокой заморозке. То есть продукт сохраняет все свои свойства – витамины и микроэлементы. Одним словом, не только вкусно, но и очень полезно. Белуга, клыкач, нерка горячего холодного копчения, окунь морской, корюшка камчатская, вяленая, холодного копчения, зубатка, палтус. Ну, наименований много. Просто нужно приехать, посмотреть, попробовать нашу продукцию. На прилавках больше 30 видов рыбы. Глаза просто разбегаются от разнообразия продукции. Отдельного внимания заслуживает слабосолёная сельдь из Алюторского залива. Её продают прямо из дубовой бочки. Ну и, конечно, куда без качественной ароматной красной икры. На прилавке есть и в баночках, и на развес. Идеальный продукт для новогоднего стола. Компания «Икра и рыба Камчатская» ждёт своих покупателей на выставке «Рождественский базар» до 24 декабря включительно. С 10 до 18 часов в отеле «Жемчужина». Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Разнообразить и украсить праздничное меню можно с помощью сочинской компании «Хиппилав.ру». Этот бренд представлен на «Рождественском базаре» и предлагает посетителям приобрести морепродукты, в том числе живые – рыбу, балык, устрицы, красную и чёрную икру. Эта же компания занимается производством аквариумов и витрин для охлаждения и демонстрации свежих морепродуктов. У компании «Хиппилав.ру» на выставке-ярмарке два стенда. На одном представлены витрины, изготовить их можно и по индивидуальному заказу. А в самих витринах – живые деликатесы. Устрицы, ванголи, гребешки, трепанк – такие продукты точно украсят праздничный стол. А ещё пригодятся тем, кто давно хотел разнообразить новогоднее меню и попробовать новые сочетания продуктов. После транспортировки в магазин «Хиппилав.ру» малюски продолжают жить, но уже в специализированном бассейне. Заказывая всё это разнообразие в этой компании, клиент получает не охлаждённый, не замороженный, а именно живой продукт, подчёркивают специалисты «Хиппилав». У нас есть всё. Наши устрицы открываются, а крабы шевелятся. У нас оптовая и розничная торговля, как магазин, так и склады. У нас можно приобрести витрину, как по индивидуальному заказу, так и взять в аренду, для хранения живых морепродуктов – крабов, устриц, ванголи, морских гребешков. Также мы осуществляем прямые логистические поставки с Дальнего Востока, обслуживаем рестораны, кафе и отели города Сочи. «Хиппилав.ру» – это не просто морепродукты, а морепродуктов. Поставляются они в Сочи из более чем 10 стран. Здесь всегда в наличии креветки, мидии, кальмары, икра красная, икра чёрная, краб камчатский, он же королевский, чавыча, лосось, свежемороженный осётр. Также на стенде «Хиппилав.ру» можно приобрести балык, муксуна, нельмы, омуля, ну а в самом магазине есть и баранина, свинина, говядина и даже оригинальные китайско-японские товары. От соусов до лапши всего более тысячи наименований. «Мы находимся по адресу Донская, 7, это база Сочи-Холод. Приглашаю всех посетить наш магазин в преддверии праздников. С наступающими вас новогодними праздниками, помните, мы рады любому клиенту, даже самому колючему». Бренд «Хиппилав.ру» объединяет в себе любовь к морепродуктам, гастрономии, ко всему тому, что может быть вкусно и полезно. Выставка в Гранд-отеле «Жемчужина» работает до 24 декабря. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Особой популярностью на выставке пользовался выездной устричный бар. Здесь посетителям предлагали попробовать дары Черного моря. Выездной устричный бар приехал в Сочи из Анапского района. Морепродукты на выставку «Рождественский базар» привезла медийно-устричная ферма «Малый утриш». Здесь посетителям предлагали традиционные для морского региона, но пока экзотичные для российского стола устрицы, мидии и мясорапаны. Из этих самых крупных в Черном море моллюсков здесь готовили котлеты, подавали их с салатом и гренкой. «Это исключительно свежий продукт. Так как он еще очень новый, мы сегодня людей учим открывать устрицы, готовить мидии, обрабатывать мясорапаны и уже готовить из него дальнейшие блюда». Свежайшие дары моря выращены в акватории Утричского заповедника. Ферма занимается этими деликатесами уже больше шести лет. Поставляет свою продукцию к столу в течение 12-24 часов. Устрицы и мидии не замораживаются и не передерживаются в искусственных водоемах, а это значит, что сохраняют свои вкусовые качества. Устричный бар работает в Сочи на выставке «Рождественский базар» до 24 декабря в отеле «Жемчужина». Еще один уникальный продукт представлен на «Рождественском базаре». Аджику по-армянски привезла компания «Хамаха» из Туапсинского района. Никаких секретов приготовления аджики по-армянски нет. Все на этикетке. Если почитать состав этого продукта, здесь не найдешь ни консервантов, ни усилителей вкуса. Только натуральные ингредиенты – стручковый перец, зелень, чеснок и специи. На прилавках обычных магазинов такого уж точно не найдешь. Есть аджика грузинская, есть аджика абхазская, а вот аджики армянской нет. С этой целью я назвал аджика по-армянски. В самом деле, есть у меня очень большая цель, чтобы люди смогли попробовать эту продукцию, пользоваться ею. Она очень хорошо подходит к мясу, к мариновке шашлыка. Острая ароматная аджика – отличное дополнение к любому блюду. Настоящий домашний вкус. Посетители выставки с удовольствием пробуют приправу – красную и зеленую аджику. И тут же покупают. Сложно устоять перед ее ароматом. Кстати, фирма уже заключила контракт с крупной компанией Торрес. Ищет и других клиентов и оптовых покупателей. Подробности на сайте hamach.ru. Ну а за аджикой можно приходить до 24 декабря на Рождественский базар в отель «Жемчужина». Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.